Добрый день дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о колокольном звоне. Происхождение колокола происходит из далекой древности. При археологических раскопках, производимых на территориях древнего Китая, Египта, Рима были найдены колокольчики, которые датируются 15 веком до нашей эры. Первые колокола изготавливались из дерева, камня и стекла. А назывались они компаны. По названию местности компания в Италии, где их изготавливали. В древности звуки колокола созывали народ во время беды и несчастья. Оповещали о приближении врагов. О пожаре. Звон колоколов призывал православных христиан в церковь. Провожал в последний путь. Был путеводный колокол. Его раскачивал ветер, и странники слышали звон и находили по нему дорогу. Колокола на Руси отбивали время. Отсюда пошло выражение «пробел час». В христианском богослужении колокола стали применяться примерно в 4-5 веке нашей эры. По преданию, епископ Павлин Милостивый Ноланский заболел и пошел в лес за целебными травами. В дороге он устал, прилег отдохнуть и уснул. Во сне он увидел ангела с колокольчиками, которые издавали очень красивые звуки. От этих звуков монах излечился. Проснувшись, он увидел возле себя цветок, называемый колокольчиком, и решил, что это он издавал те исцеляющие звуки. Вернувшись в монастырь, святитель Павлин сделал копию этого цветка, отлив ее из металла. С тех пор колокола стали употребляться в богослужении. Упоминание о колоколах в Западной Европе приходится на 7 век. На Руси колокола впервые появились с принятием христианства. Еще в древности было замечено благотворное влияние колокольного звона на физическое и духовное состояние человека. Это связано с исходящими от колокола ультразвуковыми волнами, которые очищают воздух от микробов. Известны факты успешного использования колокола в приморах, эпидемиях и психических расстройствах. Ученые связывают это с существованием биоритмов и резонансных частот для каждого органа. Обычно низкие частоты бывают у больших колоколов. Они успокаивают человека. А высокие чаще всего возбуждают. С давних времен на Руси верили, что колокольный звон обладает целительной силой. Избавляет от болезней и изгоняет грызунов. Спустя века это подтвердилось современной наукой. Это происходит благодаря ультразвуку, который излучают колокола во время звона. Ультразвук при его правильном применении ускоряет лечение инфекционных болезней и повышает иммунитет человека. Под этим воздействием гибнут даже такие микроорганизмы, как вирус гепатита, тифа, гриппа, холеры и споры сибирской язвы. Избавляет от стресса и различных вегетативных дисфункций, сопровождающихся страхом нарушением сна и депрессией. Проходит головная боль. Иммунные нарушения. Туберкулез, судорога, гематомы, мастопатия. Улучшаются функции пристательной железы. Улучшается обмен веществ. Нормализуется сердечно-сосудистая деятельность. Очищает почки и желчный пузырь. Борется с раковыми клетками. С помощью колокола лечили лихорадку, бесноватость немоту и задержку речи у детей. Испуг и чахотку. Огромное влияние колокольный звон оказывает на душевное состояние человека и его психику. На всех поверхностях в воздухе и в воде на земле в радиусе нескольких километров колокольный звон устраняет все вредоносные вирусы и бактерии. И именно этим объясняют ученые то, что в храмах бактерии не живут. Вот почему во время эпидемии на протяжении многих веков в Европе и на Руси целыми днями звонили во все колокола. Вот уже много лет психиатр из города Санкт-Петербург исцеляет звоном колоколов ряд психических заболеваний у своих пациентов. На его счету уже сотни вылеченных больных. Следователи наблюдали, как под действием звона колоколов изменялось энергетическое поле человека. Оно становилось симметричным. Его площадь увеличивалась и были признаки восстановления структуры поля. А математические эксперименты доказывают, что излучение колокола в свободном пространстве по своей направленности представляет собой объемный крест. На этом на сегодня все. Продвижение канала зависит от ваших лайков и комментариев. Если вам не понравилось видео, или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог!